Всем привет! Очередной опыт с программой «Сухой лёд». Говорит сегодняшней студии профессиональный политик Юрий Иванович Рожко. Юрий Иванович Рожко родился 31 октября 1961 года в Теленешт, Молдова. Окончил школу номер один города Кишинёва, ныне лицей имени Георгия Осаки. В 1984 году окончил факультет журналистики Кишинёвского государственного университета. С 1994 по 2011 годы председатель Христианской демократической народной партии. В настоящее время член политбюро ХДНП. Избирался депутатом молдавского парламента 12-16 созывов 1990-2009 годы. Дважды занимал пост вице-спикера парламента 1998-2001, 2005-2009 годы. Женат трое детей. Юрий Иванович, здравствуйте. Я готовился к этой программе. Один наш общий знакомый проинструктировал меня, что вам не нравится, когда к вам обращаются по имени-отчеству. Как вам удобнее? Накопилось огромное количество больных вопросов касательно нашего, так сказать, политической культуры и политического устройства этой страны. Все ли партии в нашей стране соответствуют тому названию, которое они себе повесили в виде флага, в виде значка? Зачастую партии появляются и выбирают себе название, которое еще никто не выбрал. То есть, как назвать себя? Вот либерал, вот зеленый и так далее. Дело, конечно, и в желании как-то попасть в струю, в хорошую политическую конъюнктуру. С другой стороны, наверное, отсутствие достаточной подготовки и понимания того, что такое доктрины, что такое идеологии, что такое адаптирование этих идеологий для нашей страны и так далее. Мне об этом легко говорить, потому что партия, в которой я состою, меняла несколько раз свои названия. Я насчитал четыре раза. Сначала это было демократическое движение в поддержку перестройки. Ну, тогда было такое время, да, было веяние времени. Потом это переросло в народный фронт. С удивлением открыли, что народный фронт вообще-то является левацким названием из времен коминтернизма. Что-то не то. А у вас все в правую сторону? В зависимости от того, что мы видим в смысле правом. Потому что ошибочно считается, что либералы являются правыми. А по доктринарному определению они такие же левые, как и коммунисты. Их объединяют не схожесть, а полное соответствие в материалистическом подходе к вещам. И в том, что называется в теории экономическим детерминизмом. Что экономика — это все, прогресс — это все. То есть исходное начало этих идеологий, этих политических течений — это 1789 год. Это французская революция, это сакрализация нации, это прогресс, это техника. Это уже как решать подобного рода задачи при помощи полного контроля государства над экономикой или при помощи беспредельного рынка либерального толка. Это уже другое дело. Поэтому для нас это было становлением. Никто из нас университетов не кончал с политической точки зрения. Все мы вышли из Гоголевской шинели. Политологов не было. Советский Союз не давал нам возможности. Была высшая школа партийного. Мы как раз были репликой этой высшей школы, скажем. Мы как раз были репликой тому, что означало «Советский строй». И это была очень довольно длинная история интеллектуального и политического становления. Поэтому следующее название — это было «Христианско-демократический народный фронт». Почему оставили фронт? Ну, чтобы не потеряться полностью как название. Нужен был переходный период. Эта кристаллизация для нас была очень важна, поскольку с точки зрения духовной, религиозной, нравственной для нас очень важно понять объяснение миром не только политической игрой и публичного общения, как выиграть выбор. Это все техника. А мировоззрение важнее, чем техника. Если нет хорошей базы, ничего не получится. Какое-то время вы стали таким человеком, который умудрился даже полгода держать перекрытым центр города Кишинева. Да, мы шутили по поводу приезда Байдена, что шоферы обижались. Вот четыре часа центр столицы был заблокирован из-за этого некого Байдена. А или немножко полгода держал. Да, ну не полгода, где-то три месяца или три с гаком. Вам не приходило в голову в тот момент разнести парламент, президентуру? Никогда. Наоборот, к счастью, мне всегда удавалось сдерживать. И поверьте, что это не так просто. Просто нужно очень сильно хотеть и чувствовать ответственность за то, что делаешь. Поэтому я всегда довольно энергично сдерживал. Несколько раз были критические моменты. Это было во втором году, потом в третьем году осенью, когда люди, масса людей подбегала слишком близко к зданию президентуры. Я всегда подбегал к полицейским, говорю, ребята, отступите на пару шагов. Я объясню, договорюсь. Это было очень трудно. Иногда это длилось полчаса или час, пока можно было успокоить. Просто когда происходило какое-нибудь массовое действие, скажем, я всегда знал, что меня видят все, и я вижу всех. И соглашались со мной или не соглашались в обществе. Я точно знал, что пределы демократического и мирного протеста никогда не нужно нарушать. Я очень рад, что нам это выдавалось. Хотя я думал, честно говоря, что в последние лет пять форма уличного протеста изжила себя. Почему? Потому что, мы посмотрим на другие страны. Обычно протесты такого характера устраивают по экономическим и социальным проблемам. Скорее всего, профсоюзы, чем политические партии. У нас конфликтные ситуации решаются в парламенте, в местных органах власти, в суде, в конце концов, в полемике, ну, на телевидении, в газете и так далее. Не обязательно прибегать к такой форме давления на власть. Есть другие механизмы. Потом сейчас другая эра. У нас интернет. У нас столько свободы слова. Сделать себя услышанным можно уже и другим путем, чем обязательно уличным протестом. Хотя это не исключает, конечно же, не исключает право нашего на мирные акции протеста и так далее. Прошло тоже, в принципе, два года, когда все вышеперечисленное имело место быть. Я бы назвал это имитацией народной воли по случаю желания свержения режима. Для вас нет секрета, что это было. При том всем, что большинство умных людей понимают, что нам никогда не расскажут правду и никогда не доведут расследование до конца, потому что никому это не интересно. Понятно, что молодые люди были использованы просто-напросто и были очень хорошо подготовлены к этому массовому психозу. Я не сомневаюсь в искренних намерениях молодых людей евроинтеграции, освобода, безвизовый режим и так далее. Надоели коммунисты, Воронин старый, пусть уходит. Все это правильно. Сразу же после любой подобного рода революции, берите ее в кавычки или нет, это была попытка государственного переворота, а и успешного, потому что Воронин все-таки был вынужден, я думаю, что это была его ошибка, спровоцировать новый выбор, тогда, когда не нашелся один голос. Что больше всего удручает? Конечно, чувство неудовлетворенности, что справедливость никогда не возрастествует, и мы не узнаем не только того, что там произошло. Я-то знаю, я по ролям все это расписал. Нас интересует, насколько правовое государство функционирует в Республике Молдова. То есть по определению виновные должны ответить. Вот если вы знаете, это стоило бюджету Республики Молдова 1 миллиард 3 миллиона леев. Это значительная часть бюджетных денег. Я имею в виду цену разрушения, я имею в виду цену восстановления, я имею в виду все, что было там разграблено. Я когда говорил о революционной мифологии, я имею в виду следующее. Сразу же после смены власти ребята, которые, в общем-то, все их снимали, фотографировали, ну просто криминальные элементы, просто хуже, чем хулиганье, бандиты просто, стали героями. Им стали давать медали, сразу же стали открывать памятники, называть улицы и так далее. То есть сразу же, чтобы все замазать романтической мифологией и молодежной революцией. Понятно, что первопричиной этого было недовольство части политического класса тем, как правил Воронин. Понятно, что свободы немножко зажимались, скажем так. Но это не значит, что на зажим свободы нужно отвечать насилием. Вот давайте приведем самый грустный пример из постсоветского пространства, Белоруссия. У меня очень много друзей в Белоруссии. Но уж если там не зажимают оппозицию, если там не исчезают люди и не ловят журналистов и политиков, и не избивают. Но никому никогда в голову не приходило брать штурмом или убивать действующую власть или президента. Понимаете, это существенное различие. У меня нет сомнений, если бы Воронин тогда не вышел бы из своего офиса, что его бы до вечера просто уничтожили физически. А я не хочу, чтобы президента нашей страны, кем бы он не был, или любого политика с ним расправлялись физически. Есть вещи институционного характера. К сожалению, основная институция, которая должна заниматься подобного рода расследованиями, остается политически ангажированной. Вот вы знаете, смешная такая получается ситуация у нас. В 95-м году Молдова стала членом Совета Европы. С 95-го года нас приняли условно. Из тех четырех условий, которые должна была выполнить Молдова, одной из основных была реформа статуса и роли прокуратуры и вывода прокуратуры из подчинения политической власти. Этого не произошло. Я откровенно вам скажу, что четыре парламента подряд я все пытался толкать эту реформу безуспешно. Менялась власть, менялся генеральный прокурор, менялись клиенты прокуратуры. Ага, пока Воронин был у власти, значит клиентами были Филат, Урекян, другие из тогдашней оппозиции. Поменялись ролями. Хорошо. Пришли партизаны в том числе. Да, пришла другая власть, так сказать, так называемая демократическая. Уже клиентами прокуратуры стали Воронин, его сын и так далее. Я не могу сейчас утверждать, кто насколько виновен. Но мы даже не можем определить, насколько они виновны или не виновны, потому что прокуратура политически ангажирована. Вот поэтому представители высшего шелона власти, когда шли на собеседование или на дачу показаний в прокуратуру, они шли как на свадьбу. Они знали, что их там неудобные вопросы не ждут. Совсем недавно министр юстиции заявил публично на одном из телеканалов, что нам никогда не узнать правды о 7 апреля. И сразу же последовала реплика господина Филата. Так нельзя говорить, прокуратура должна заняться. Я удивляюсь, прокуратура вроде подчинена совсем другому политическому лидеру, оппоненту господина Филата. Что не последовало политическое указание устного или телефонного характера. Господин игральный прокурат, займитесь основным организатором этого дела. Сразу же после этих событий, незадолго до этого, состоялся первый визит господина Филата в Соединенные Штаты. Если вы заметили, кто был в тот же день и встречался с Хиллари Клинтон, это была Наталья Мораль. Вот вам ответ, откуда вот это вот полный триумф этих людей на Западе. Геополитика важнее, чем правила демократические, или чем верховенство закона, или чем реформы, качество власти, борьба с коррупцией. Совсем свежий визит высокого человека из-за океана, это не продолжение этой истории? Конечно, можно говорить абсолютно прямо, что господин Филат является, скажем так, самым поддерживаемым Западом человеком в нашей стране. Но если бы это было на благо страны, нет проблем. То есть, если мы думаем, что будем жить как наркоманы на грантах и на финансовых инъекциях Соединенных Штатов, Евросоюза и МВФ, то мы глубоко ошибаемся, что таким образом мы выйдем из этой ямы экономической и социальной. Но это первый ход. Я считаю, что это только подбодрит господина Филата не договариваться с остальными для избрания президента страны, потому что ему выгоднее выбора. Вот слышал вчера от кого-то из друзей, что вроде бы собирается и госпожа Ангела Меркель посетить республику Молдова. Борьба идет между геополитическим влиянием Российской Федерации и Соединенными Штатами, скажем так. Потому что все равно Евросоюз хоть и имеет какие-то, скажем, трения иногда с Соединенными Штатами, все-таки, скажем, это коллективный, единый актер, скажем так, союзники. Я далек от мысли говорить, что вот мы должны дружить с Россией против Запада или наоборот. Мы слишком маленькая страна, но нам нужны независимые руководители. Нам нужны руководители, которые понимают, что мы должны договариваться и быть достаточно флексибельными и умными, ввести позитивную дипломатию во все стороны. Это то же самое касается и Румынии. Либо была коммунистическая власть, которая по определению ругалась в Румынии, либо пришла другая власть, которая присмыкается перед Румынией. Нам и то, и другое не нужно. По поводу визита господина Байдена я вспомнил другого американца, который очень сейчас популярен, Джордж Фридман, знаменитый эксперт в области геополитики. И он сделал такой геополитикал джорный, прокатался по Турции, Украине, Польше, Румынии и Республике Молдова. Он сказал очень интересные вещи о Молдове. Очень умнейший человек сказал, политический класс Молдовы должен понять, что если не будет выстраивать правильное свою внешнюю политику, эту страну сдует геополитическими ветрами с карты. Политики, идущие в парламент, делают заявление о том, что они первое, что начнут требовать, придя в парламент, это отмена такого понятия, как депутатская неприкосновенность. Да, да. Это на какие усы рассчитаны? Я даже был немножко удивлен. Даже в последней избирательной кампании нынешний премьер-министр все время об этом говорил. Я удивляюсь, почему? Потому что он юрист. Господин Танасий Александру тоже юрист, является вице-председателем этой партии. И всем известно, что в абсолютно всех странах, без исключения членов Совета Европы, иммунитет является обязательным элементом защиты депутата от наезда исполнительной власти, от преследования исполнительной власти. Но если ты так на обывательском уровне себе представить, то идет товарищ депутат по улице, а он не угодил власти. Его любой участковый может арестовать. Поэтому речь идет не о том, что депутаты не являются уголовно ответственными и так далее. Просто процедура. Я проходил через эту процедуру 9 раз.